Ну что же, ребятки, всем привет! С вами, как обычно, от Метро, и мы продолжаем поднимать с колен сборную России. Следующая игра у нас с Саужиром. Через 6 деньков травму заработал Федя Смолов. Так что мы с вами сейчас будем замену выбирать. Так, да. К разочарованию болельщиков Федор Смолов не смог выйти на поле, не сможет из-за травмы. Ну давайте, можно со Смолом поговорить, что я на него рассчитываю. Но только если он не превратится обратно в бревно, каким он был до недавнего времени. Так. Можно позвать... Не, вот тебя мы навсегда просто вот возьмем и... Убрать нафиг. Так. В принципе, я особо не рассчитываю на еще одного нападающего. Хочу, чтобы с Саужиром поиграл Ари. Посмотреть, как он впишется в состав. Поэтому можно позвать кого-нибудь либо из молодежи, либо из ветеранов, чтобы памятный матч... Памятный... На памятные 5 минут выпустить. Да. Ну... Давай-ка, наверное, знаешь кого? Сейчас. Навигация. Был такой нападающий хороший. Он, по-моему, в сборную вызывался, но на поле не выходил. Ну, кому тут есть? Вот. Спартак Гогнев. Думаю, он сможет на один матч выйти. Ну, потому что других кандидатов у меня пока нету. Из-за травмы Смолова. И из-за того, что Дзюба форму еще не набрал. Вот. Поэтому он... Как человек, который на 5 минут сможет выйти, Гогнев сойдет, мне кажется. Вот. А в основе сыграет Ари. Так. Что-то очень долго думает. А! Трансферное окно уже. Надо запретил пользоваться клубом бюджетами. Но... Но они меня, видимо, не слушают. Сентябрь важные даты. Следующий состав объявлять будем 29-го числа. Но сегодня, в этом эпизоде, наверное, с аужером сыграем и хватит. А потом уже состав на френдли объявлю. И играть следующие игры будем уже в третьем эпизоде. Гогнев, мы тебя сюда пока отправляем. Недоступен для следующего матча. Че так? А? Че так? Ну, это, вроде, баг. Еще с прошлой версии. С бетки. По идее, во френдлик все окей будет. Так. Карян сказал, что год принять участие в первом матче. Молодец. Я в тебя верю. Ты можешь, в принципе, качественным игроком стать. Также дебютирали Караваев, Петров, Ари и Навас. Навас вряд ли уже сыграет. Иванов забивает первые голы за сборной России. О, наш Месси. Трирексуев. Лучший игрок матча. Ммм. Качественным может стать игроком. Ну, блин, у нас на левом фланге атаки куча народу. Как-то не круто. Получается, Шридаев за сборной России играет. Это плохо. Он же эти, потому что за Азербайджан уже играет. Я его звать не буду. Пусть за Азербайджан играет. Шамаледдинов. О, проблемный фланг как раз. Шамаледдинову надо развиваться. Набиуллин у нас как. О, Набиуллин хороший может стать. Слева, потому что Карамбаров, я думаю, он не протянет до ЧМ. Да, будет сдавать. Постепенно. Поэтому надо будет тут что-то придумывать. Бельгия результата окна. О, Ай, травму получил. Ну, пипец. Так. Вот это в мои планы совершенно не входило. Должен ли я волноваться? Нет, не волнуйся. Тебя мы возьмем. Так, ну тут, тут вот проблемы у нас идут. Ну-ка, фильтр. Нападающих в студию. Кто себя хорошо проявил. Кто получит сладенькое. Вадим Манзон. Игра головой, в принципе, нормальная. Ну, а больше-то интуиция, в принципе, ничего. Ну, дриблинг так себе. Завершение атаки неплохое. За Буддё играет. Боже мой. Так. Давай, кто ещё? Полуценк предлагают. Попробовать, да? На один матч. Ну, я не знаю. Это слишком толсто будет. Двух игроков из Пердива вызвать. Как Обухов. О, пять голов. Ну, это тоже Пердив. Гасилин тоже Пердив. Корян. Киржакова предлагают. Попробовать. Киржаков, мне кажется, в сборной картину бы не спортил. Ну, всё-таки 33 года. Тоже. Как-то. Не особенно. Ну, Кобольский. Ой, он с Динамо 2 вообще играет. Ну-ка, как наш Месси Давыдов? О, боже. Ну, он хоть поигрывает немножко на замену иногда выходит. Канунников. Да, форма у них совершенно не айсовая. Ну-ка, Панюков как? Может, его попробовать? Забрагу бы играет. Причём не очень. Панюкова звать не будем. Можно позвать Луценко. Посмотреть. Я думаю, что в Премьер Лигу, когда Динамо выйдет, он там не затеряется. Его уже можно позвать, посмотреть. Дзюбу не хочу звать пока. Он ещё форму не набрал. Подходящую. Ну, а остальные, кто из Премьер Лиги, они либо позорники какие-то, либо просто не играли. Ну, а плюс ещё есть Манзон, который, в принципе, молодой и перспективный. За Будёй играет. В лучшем дивизии Норвегии. Но, мне кажется, что его звать пока не стоит. На Луценко посмотреть можно. Так. Подтвердить состав. К тому же, Луценко воспитанник моего любимого клуба. И мне вдвойне приятно будет его посмотреть в этом матче. Так. Вот. Самедов по он. Оптимизма перед матчем. Да. Ну, давненько мы новых форвардов в сборной не видели. Всё. Дзюбы, Смоловы, Дококорины всякие. Можно посмотреть новичков. Так. Жмалендинов лучшим игроком ставит. Хорошо. Надо будет повнимательнее последить за его прогрессом. Давай попробуем Слуценко в основе. В этот раз с Аужиром. С Аужиром можно и вратаря другого попробовать. Владыгина, например. Вместо Кенфеева. Так. Подустал Олег Иванов. Кого мы можем? Можем Аршавина заткнуть. Дырочку. Поставить. Можно, в принципе, Шатов тоже подойдёт. Сюда. Так. Комбаров. Петров. Можно Петрова у вас снова поставить. Вместо Комбарова попробовать. Как выдвинутый крайний защитник обороны. Защита. Лысцов ещё далёк от своей формы. Оптимальный. Сезернавас, в принципе, готов будет сыграть. Берёза с Игнашевичем. Не знаю. Можно Лысцова, в принципе, посмотреть. Попробовать. Бронительный блокировщик. Так. Так, так. Ну, Иванова менять придётся. Быстро. Ой, Гогнев, что-то вообще не в форме. На пять минут, повторюсь. Позвать его нормально будет. Так. Ну-ка. А, вот Аздоев может сыграть. Позиции Иванова. Средненько. Средненько. Ну-ка, как Аршавин. Аршавин так же. Его можно свободным художником атаки сделать. Более-менее картины не испортит. Тогда Иванова в запас. Внимание, кстати, потихонечку растёт у нас. И это хорошо. Петров. Аршавин, Чирышев. Ну, Луценк тоже, кстати, не арти в какой форме. Ну, я думаю, нормально будет по составу. Можно от Загоева в запас. В этот раз поставить Глушакова, например. Поддержка, мощный опорник. Вот так вот. Попробовать выйти таким составом. Хорошо, сохраняю игру. Не буду, наверное, какие-то дополнительные указания давать. Там по ситуации разберёмся. Советы, в принципе, ассистенты дают дельные. Так вот, ну, всё. Давай. Твердит состав. Команды разогреваются. Пожалуйста, подождите. Жду. Что-то разогреваются они миллиард лет. Они, кстати, всегда миллиард лет разогревались. Сколько у меня футбол-менеджеров не было. Всегда разогревались долго. Несмотря на то, что железо у меня всё лучше и лучше всегда становилось. Ну, опять что-то ближе к Баруне они идут. Мы в атаку. Больше нацелены. Так, воспользуюсь советом. Перейти к разговору. Как уверенно. Проведи сам общий разговор. А, нифига ничего не сделал. Сказал. Это отличный шанс показать себя. Забырать место самостоятельно. Всем пофиг. Так, ну давай. Тогда не будем им ничего больше говорить. А то только хреновее, по-моему, ситуация у меня станет. Так. Вот. Всё, игрочки вышли на поле. Матч начался. Разводит Аужир. Морез сразу же. А тут Чирышев на подворе. Хорош. Первый момент. Лысков. Чирышев. Десятка на шаздой. Фаршавин. И Луценко. Бей. О! Видишь, я не прогадал. Луценко на первой же минуте забил. На второй. Второй минуте. Гоу Луценко. Пробили мы Бали. Петров. СДФ. Аршавин. Пас. Самедов. Ух! Класс. Ну, слушай. Вот это я клёво состав подобрал. По-моему. Аж понравилось. Так бы на ЧМ выступить здорово. Так. Ну, всё. Дальше наши что-то скисли. После бодрого дебюта. Сейчас ещё. Аужир, наверное, нам закатит. Нет. Акинфеев. Хорош. Не хочет пропустить в этом матче. Аршавин отдаёт Аздуеву. Штрафной. Так. Карточка. Но момент был не опасный. Особенно. О! Снова Аршавин. Аздуев. Луценко. Глушаков. Чё там? Миджани. Миджани, помню, за Ливерпуль играл. Ну, как играл? Числился. Глушаков. Ай. Слимани. Тайдер. Морес. Морес опасный тип. Но он пробил... Не артик как. Удар от ворот. Сборная Россия. Так. Свободный удар. Рашид. Ай, уроды! Аздуеву. Травму нанесли. Так. Ну... Кого можем посмотреть? Можно... Можно, в принципе... Попробовать... Ну и что это... Центрального. Можно от Загоева выпустить. От Загоева. Да, от Загоев хорошо подойдет тут. Подтвердить Замен без разговоров лишних. Две минутки и Арбитр дает свисток. Ну, я бы сказал вам так. Я доволен продолжать в трюжедухе, потому что хорошо играют, неплохо защищались. Я бы даже замену вратаря провел. Но... Не знаю пока. Ну, потом, может, минут на 25 выпущу. Какого-нибудь Ладыгина. А уже... Хе-хе-хе. Так. Ну, потихоньку люди уставать. У нас начали, вон, Глушаков, например. Довольный Черышев, Аршавин. Ну, давай. Не знаю. Иванова по карнават, наверное, выпускать. Он точно такой кисленький. Глушакова давай, наверное. Ну, и что-то... Сменим. Так. Пауза на матче. Роль ведь не назначиваем. Вот. Сменения. Так. Вот теперь. Теперь Березу стоит поменять. Можно Игнашевича выпустить. Можно Наваса. Наваса, он более свеженький. Давай, наверное, Березу на Наваса. Березу на Маваса. Так. Да, пароль он идеален. Игра пока такая засушенная. Давай, наверное, Черышева сменим. Дам поиграть Шратову. Шратову вообще незаслуженно мы забыли. Так. Луценко. Вот. Двойной замену тогда. Луценко сменим. И Шратову. Выпустим мы вместо Черышева. Лосинк Дамуру. Меняем пару игроков. И тут момент будет. Лыццов. Навас. Найштеттер. Шратов. Когнев. Аршавин. Ай. Андрейка уже не тот. Так бы он. Будь он образца 2008 года, он бы закатил. Ну и давай на 12 минут кого выпустим. Можно Аршавина заменить, в принципе. Он заслужил. Можно. Можно дать поиграть Каряну. Молодому. Давай Молодому дам шанс. Мы уже должны нормально доиграть эти 10 минут. Да, все хорошо. Петров. И все. Финальный свисток. Отличная игра, по-моему. Очень бодрый дебют. Просто бодрейший. И мы получили очевочку в сухую. Так. Кстати говоря, у меня режим отображения очевочек, он отключен. Надо в свойствах сейчас тыкнуть. Захват сторонних оверлеев. А, смотри, игра не работает после захвата сторонних оверлеев. А, понятно. Понятно, ясно. Но все равно я хотел уже закончить игру. Правда, без оверлеев тогда обойдемся. С вами был Дмитрий Ро. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Делитесь видео, ставьте плицей вверх. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Следующие товарищеские матчи будут в октябре. Начнем с выбора состава сразу. И помните, что все самое интересное еще впереди. Фрэнки Угайс. Субтитры сделал DimaTorzok